доброго времени уважаемые коллеги уважаемые видео слушатели моего канала и я хочу вам рассказать один из интересных фактов сегодня днем я пообщался со своим старинным старинным приятелем мы знакомы уже лет на 25 может быть больше мы учились вместе на параллельных факультетах он по образованию астрофизик то есть он занимался автор астрофизикой интересовался также как я психологии но вот ушел все-таки в точной науки занялся астрофизикой мы сегодня с ним пообщались по вайберу привет привет сколько лет сколько зим мы не виделись с тобой но такой разговор и что-то так зашел разговор науки а деятельности чем он занимается чем я занимаюсь и вот он высказал такое интересное предположение он тоже свое время интересовался как я психологии это он говорит ты знаешь цикличность различных процессов прежде всего там небесных тел каких-то событий событий нас тут вас в астрофизическом мире составляет примерно 14 дней 15 14 дней то есть примерно две недели не для кого они секреты общеизвестный факт о том что значит дал обращение луны вокруг земли вот приливы отливы воздействующие на землю благодаря вот известный факт луна и земля взаимодействует между собой не буду вдаваться в подробности я в этом не специалист а речь у нас сегодня с товарищем зашла как раз о психологических явлениях значит в жизни человека и вот эта периодичность в 14-15 дней им было высказано что вот многие процессы происходящие психики в жизни человека в социальной его жизни также имеют цикличность порядка 15-14 дней так вот интересный факт это за заглавлен от мой файловик да или шизофрена подобное явление соответственно от вопроса астрофизический и психизиологии человека насколько они связаны между собой и сегодня в разговоре мне вдруг вспомнилось что лет десять назад наверно работая в то время на уральском метрохимическом комбинате я как бы административно организационно-технически подчинялся тринадцатому отделу службы безопасности и вспомнил о том что был такой у нас инженер в тринадцатом отделе он работал как бы до меня но тем не менее уже возрастной товарищ и он пытался провести параллели между случаями чп на предприятии в частности конкретно на уральском метрохимическом комбинате здравомыслящий человек вроде как его коллеги оценили я с ним я повторюсь не общался но удивительно что он как раз вот занимался тем что пытался сопоставить явление каких-то не санкционирован действий персонала совершение чрезвычайных каких-то событий на производстве сопоставить с астрофизическими явлениями а именно он изучал солнечную активность так вот это опять же вопрос это шизофреноподобное явление в голове этого инженера работающего на ухк до меня или же все-таки в этом есть какое-то здравое зерно самое интересное что когда я узнал что такой человек работал на комбинате я с ним связался он уже не работал к тому времени когда я начал заниматься и работать на комбинате на уральском метрохимическом комбинате и мне его коллеги передали тетрадь она до сих пор у меня где-то в архиве хранится такая достаточно толстая необычная она же тоже там обычно стандарт 96 листов она какая-то была совсем необычная тетрадь и мне его коллеги передали вот эту тетрадь и в этой тетради был и были таблицы от руки написанная то есть не на компьютере ручкой разлинованы таблицы и он сопоставлял чп про язык происходящее на ухк и геомагнитная солнечная активность то есть он отслеживал как мне рассказывали его коллеги опять же он отслеживал что-то там на каком-то сайте я в тот момент заинтересовался этим зашел узнал что есть да действительно есть институт который четко в открытом доступе выкладывает геомагнитную активность значит поле солнечного света солнечного ветра и его всплески и так далее ну ты целая научная организация работала и вот мне подсказали что ты человек работал над этим то есть пытался сопоставить проводить какие-то параллели пытался высчитывать строить статистику этот человек уже тогда он уже был на пенсии я с ним не общался личному тетрадка его осталось и он умер уже конечно он уже был возрастной товарищ я пришел на комбинат молодым специалистам опять вопрос шизов время подобное явление то то есть вот мой товарищ астрофизик молодой в общем то человек как и я относительно он интересуется такими явлениям всего обстоятельства и личной заинтересованности в этих вопросах и оценивает что есть вот этот цикл 14-15 дневный цикл значит возникновение явлений астрофизических и проблем жизни человека то есть какие тот у каждого человека якобы видимо с его слов у каждого человека ведутся какие-то видимо часы отсчет чего-то и вот у человека проблемы возникают как он считает мой товарищ это возникают раз в 14-15 дней вот этот цикл сохраняется да то есть приливы отливы значит лунная вот этим лунное воздействие так также 14-15 дней я не знаю как к этому относиться это отрывочные какие-то факты может быть кто-то этим и занимается более глубоко углубенно и серьезно я лишь у перечисляю ряд интересных совпадений сегодняшнее мое общение с моим старинным другом значит астрофизиком и по совместительству может так сказать увлекающимся человеком в рамках в аспекте психологии значит вот этот инженер на уральском терхимическом комбинате пытающийся сопоставлять случае чрезвычайной ситуации не санкционирует 10 персонала на ух и к с геомагнитной солнечной активностью это очень интересно я заходил тогда помню на несколько сайтов смотрел какие шкалы существуют разбирался владел этой тематикой но это продолжалось недолго каких-либо подтверждений у меня не было этом я даже вспомню устанавливал какую-то себе программу на телефон на android еще что-то в общем эта тема для отдельных исследований возможно кто-то этим и занимается а может быть и нет я не знаю я не специалист этих вопросов но тем не менее вот этот 15 будем так говорить дневный цикл по моему представлению в этом что то есть потому что то я так вспоминаю уже на уровне интуиции рожденные из опыта до интуиция возникает на основе опыта полу приобретаемого человеком вот интуитивно что-то мне подсказывает что что-то во всем этом есть то есть геомагнитная солнечная активность активность проблематики психического состояния людей совершение ими как следствие не санкционированных каких-то действий чп возникающих на промышленном производстве на крупном атомном то есть все не так просто в этом может быть это что-то в этом есть не знаю такие интересные факты из моей собственной жизни и биографии и я бы не вспомнил об этом ни о чем если вот не сегодня не пообщался со своим старинным приятелем астрофизиком спасибо вам за просмотр этого видео если будут какие-то замечания высказывания буду вам очень благодарен если что-то вы не можете рассказать по этому поводу по крайней мере это интересный факт и любопытно на этом все благодарю за внимание и удачи вам